Ну, здесь больше о благодарности. Это как бы я благодарю их за то, что они сделали. Ты молишься им? Мы не молимся напрямую им. Хорошо, но если индуист сделает это, это неправильно, верно? Индуисты молятся им. Да. Хорошо, но... Это неправильно, но... Смотри, мы говорим, что это неправильно. Но их как бы не следует наказывать... Нет-нет, я спрашиваю согласно тебе. Я не говорю о наказании. Но ты бы сказал, что это неправильно поклоняться синему парню. Нам нужно поклоняться только одному Богу. Он черный. Что? Он как бы черный, он не синий. Я не знаю, его везде изображают синим. Может быть, у них закончились цвета или что-то в этом роде. Я не знаю. Рам на изображениях синий, верно? Я думаю, Шива или кто-то другой изображен черным. Я имею в виду, я не расист. Я не знаю, какого они на самом деле цвета. Я просто сужу по индуистским картинкам, которые я видел. Или парень с головой слона. Знаешь, Ганеш. А затем Хануман, Бог обезьяны, верно? Да. Так что если они молятся им, ты говоришь, что это неправильно. Ты должен молиться только одному Богу, верно? Да, хорошо. Так что ты согласишься, что индуизм не прав в этом аспекте? Я не говорю о наказании. Правильно. И христианство неправильно в том, что они поклоняются Иисусу, верно? Ты думаешь, что самый быстрый путь к Богу через сикхизм, верно? Да, сикхизм. Хорошо. До Гурунанака. До того, как появились Гуру. В чем была объективная истина? Братья, остановитесь частью команды Дауата. Поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь и прокомментируйте. Вы должны также внести свой вклад в Дауат. Какой был самый быстрый путь? Точно так же... Хорошо. Можешь просветить меня? Самый быстрый путь к Богу тогда был... Лучше всего, я могу это описать, как... Не было индивидуальной истины. Даже в сикхизме сейчас нет объективной истины. Подожди, помедленнее. Я хочу понять это, хорошо? Нет объективной истины? Так что, если бы кто-то сказал, что Иисус не Бог, а кто-то бы сказал, что Иисус Бог, один из них должен быть прав, а другой ошибаться. Один из них — да. Хорошо, значит, есть объективная истина. Но это то, потому что мы сейчас знаем. Так что до этого времени не было объективной истины? Был ли Иисус Богом до этого? Нет. Так что объективная истина была даже тогда, верно? Хорошо. Подожди, подожди, я понял тебя. Так что до сикхизма были христиане, верно? И были индуисты, и были мусульмане. Мусульмане молились единому Богу. Индуисты молились Раму, Ганешу, Гагандипу, верно? И христиане молились Иисусу как Богу. Мы с тобой согласились объективно, что то, что христиане говорят, что Иисус Бог, неправильно. Без наказания, без суждения. Мы просто говорим, что с нашей точки зрения это неправильно. И то, что индуисты молятся Ганешу или Калимате, или крысам, или обезьянам, или Гаумате, извини, их просто очень много. Я просто пытаюсь быть справедливым, верно? Это объективно неправильно. И ты согласишься, что то, что мусульмане молятся одному Богу, это правильно? Это объективно правильно, верно? Так что до сикхизма какова была объективная истина? Опять же, это связано с целью и причиной, по которой появились сикхи. Сикхи не появились как отдельная религия. Они верят, что это путь. Мы идем одним путем, и есть много разных путей, верно? Но это появилось совсем недавно, 500 лет назад. Я спрашиваю, каким был правильный путь до момента появления сикхизма, 500 лет назад, со времен Адама Мирима. Мы не говорим «Нет, мы не верим в Адама». У нас нет никаких «Вы не верите в Адама и Еву?» «Нет, мы не верим в Адама и Еву». Как тогда возникли люди? Это другая история, я не буду в это вдаваться. Хорошо. Так что ты говоришь, что... Но человечество действительно началось в какой-то момент. И прошли сотни тысяч лет, если не миллионы лет человеческой истории. Потому что Ной, Моисей, Авраам... Ты веришь, что они существовали, верно? Да. Хорошо. Итак, с того времени, скажем, если бы ты жил во времена Моисея, за кем бы ты последовал? Я бы последовал за тем, кто... Если бы я родился... Так что если бы ты родился в христианском обществе, в то время, когда христиане поклонялись Иисусу, ты бы просто поклонялся Иисусу? Если бы это было моим... Если бы это было то, что я делал в то время... Хорошо. Я действительно верю, что... Но мы оба согласились, что это объективно неправильно. Хорошо, хорошо. Прямо сейчас... Да. Ты пытаешься найти объективную истину и субъективную истину правильно? Хорошо. В сейхизме у нас также есть объективная истина и субъективная истина. Итак, причины, по которым я поднимаю этот вопрос, заключаются в том, что ты не должен быть наказан за свою преданность другому богу. Я что-нибудь говорил о наказании? Что ты имеешь в виду? То, что я говорю сейчас, я не говорю о наказании. Я просто говорю, что мы с тобой согласились, что есть объективная истина. И мы с тобой согласились, что христианское утверждение, что Иисус Бог, объективно неверно. И мы с тобой согласились, что поклонение индуистов раме, сите и другим богам объективно неправильно. Я сказал, 500 лет назад, до того, как зародился сикизм, и сотен тысяч лет человечества, какова была объективная истина в то время, когда не было сикизма. Я мог бы сказать, что это Санатана Дхарма, но Санатана Дхарма... Подожди, давай возьмем это. В Санатана Дхарма верили в поклонение раме, до сикизма. Но ты сказал, что это объективно неправильно. Так что, как это может быть объективно правильно? Да, причина, по которой это объективно неправильно, то, что они не приняли во внимание мусоров. Что? Мусоров. Что это? Так что мы верим... Подожди, что такое мусоров? Мусоров — это означает склонение, данное вызовом. Хорошо? Так что все эти боги там... Тебе придется объяснить эту терминологию. Потому что ты просто можешь придумывать эти термины прямо сейчас. Я бы не узнал разницы. Не теряй меня. Все эти боги и богини, верно? Хорошо. Они являются аспектами единого истинного бога, о котором мы говорим. Хорошо? Итак, единый истинный бог, он приходит в местах, верно? Я в это не верю. Да, это нормально. Хорошо. Так что прямо сейчас, почему поклоняться Раму объективно неправильно, если он всего лишь отражение? Если ты принимаешь мусоруф, это не объективно неправильно. Но ты уже сказал. Ты сказал, что это неправильно. Если ты не принимаешь мусоруф, что ты имеешь в виду, если кто-то поклоняется Раме? Если я говорю, что я люблю аспекты, я люблю бесконечные аспекты Аллаха. Хорошо? Прекрасно. Я люблю бесконечные аспекты, и я просто молюсь, и я посвящаю себя этому. Ты думаешь, что это неправильно? Нет, потому что ты поклоняешься Аллаху. Это одно и то же. Нет-нет-нет, ты не поклоняешься никому, кроме Аллаха. Но если ты поклоняешься Раме, ты не поклоняешься Аллаху. Рам — это проявление. Я не верю в это. О, это нормально. Хорошо, теперь индуист, который говорит это сегодня. Тогда почему ты говоришь, что для него это было бы объективно неправильно поклоняться Раме сегодня? Потому что его поклонение Раме не изменилось после прихода сегизма. Ты сказал, что для него объективно неправильно поклоняться Раме сегодня. Но я верю, что Рам и эти боги были там с самого начала, даже в Гитте, даже во всем этом, верно? Вот почему прелюбодеяние — это неправильно, вот почему поклонение идолам — это неправильно, верно? Хорошо. Потому что мы исключаем этих существ, которые имеют аспекты, и мы удаляем их из большого существа. Как тебя зовут? Прояк. Прояк. Позволь мне задать тебе вопрос снова. Я не знаю, ясно ли я задал свой вопрос или нет. Мы с тобой обсуждали, что тот, кто поклоняется Раме сегодня, ты сказал, что это объективно неправильно. Да, это потому, что если они просто поклонялись Раме... Подожди, подожди. Я не сказал просто или нет. Мы уже обсуждали это. То же самое поклонение было до сикизма и после сикизма. Что изменилось? То же самое поклонение... То же самое поклонение, которое я делал раньше, как... Я не знаю, я делал Тикрак, я делал Арти, верно? Если я буду делать это прямо сейчас, я изменю только одну вещь. И я приму это понимание. Но ты не упоминал эту одну вещь. Мы сказали... Вероятно, я должен добавить это сейчас. Добавь. Я добавлю это сейчас. И добавь немного объяснения. Так что, если ты примешь это во внимание, верно? Это больше не неправильно. Что именно? Если ты примешь во внимание аспект божественной истины... Но сегодня сикхия. Я еще не закончил. Прости, моя ошибка. Если ты примешь это во внимание, это больше не неправильно. Ладно. Если я говорю, что Рам — атрибут Бога, если он изображен как тот, у кого синяя кожа, как тот, у кого есть меч, как тот, у кого есть все эти вещи, и если я говорю, что это часть и атрибут божественного Бога, и если я действительно верю в это, то это не неправильно. Вот что я говорю. Но если ты уберешь это и скажешь, что это бог, что это один из многих богов, и этот бог всемогущ, это неправильно. Хорошо. Но индуизм не изменился после того, как пришелся кризм. Нет, Санатанадхарма была такой же. Да. Так что если кто-то следует Санатанадхарме сегодня... Да. Они не говорят об этом аспекте и всем остальном, но они молятся раме. Но эта вера уже была в индуизме. Тогда в чем разница между твоей верой и верой индуизма? В чем основная вера? Да. То, что мы говорим, теперь вы... вы слишком увлекаетесь этим. Нет, но это их убеждение. Это объявление всему человечеству тем, кто в ловушке, верно? Хорошо, всему человечеству. Индуисты ты имеешь в виду? Всем индуистам. Но мусульмане поклоняются одному Аллаху. Мы не попались в ловушку. Да. Мы не поклоняемся никому, кроме одного Аллаха. Да. Так что эти ребята правы. Вы, ребята, слишком зацикливаетесь на чем-то одном. На чем именно? На поклонении идолам. Но мы не верим в поклонение идолам. Я не говорю про мусульман, я говорю... Я говорю про мусульман. Мы не попали в никакую ловушку, верно? О, нет-нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Я не говорил про вас. Индуисты, вы попадаетесь на поклонение идолам. Вы делаете ширк. Я с тобой. Перестаньте поклоняться идолам. Перестаньте поклоняться идолам и пить коровью мочу. Это отвратительно. Я с тобой. Ну, это переходит уже в другую... Ты не думаешь, что пить коровью мочу — это отвратительно? Это так, это так. Пить коровью мочу — это отвратительно. Это нетрадиционно, я согласен с этим. Ты только что сказал, что это так. Я и... Еще раз, как твое имя? Про Як. Я и Про Як. Мы говорим, перестаньте пить коровью мочу. Это отвратительно. Это говорит он, не я. Ты только что сказал это. Я не хочу, чтобы меня отменили. Ты беспокоишься об отмене? Ты не веришь в Бога? Бог защитит тебя, бро. Никто не сможет отменить тебя, если Аллах защищает тебя. Ладно, ладно. Перестаньте копаться в фикалиях. Это отвратительно. Съешьте бургер. Ладно, извини. Ты ешь говядину? Нет. Нет. Баранину? Нет. Курицу? Нет. Рыбу? Нет. Креветки? Я не могу. Ладно, дело в том, что теперь это уходит далеко... Далеко, верно? Мне просто интересно. Да, некоторые вещи они делают... Некоторые нет. Потому что... Это странно. Да. Теперь это переходит в нечто другое, так что я не хочу в это вдаваться. Все в порядке. Просто скажи мне. Я бы предпочел придерживаться, почему некоторые из Сикхи делают это, а другие нет. Я думаю, шейх, нам нужно... О, это жаль. У меня была познавательная беседа. Хорошо, мы продолжим позже. Приятно было поговорить. Я хочу навестить тебя. Хорошо, я скажу тебе вот что, прежде чем ты уйдешь. Одна вещь. Ты веришь в одного Бога? Да. Если бы мы оставили все поклонения, кроме единому Богу, и молились только одному Богу, разве это не было бы самым быстрым путем? Да, это ислам. Хорошо, тогда будь мусульманином, брат. Мы верим в одно и то же, по сути, в одно и то же, верно? Вы верите, что пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, посланник? Мы верим, что он был посланником. Хорошо, хорошо, я тоже. Я не говорю, что он единственный посланник, верно? Авраам, Моисей, Иисус, все это посланники. Но мы не верим, что Коран — божественное откровение. Но что это, если не божественное откровение? Мы верим, может быть, это было божественное откровение. Мы не вникаем в это. Почему бы и нет? Это очень важно. Причина, по которой мы не вникаем в это, заключается в том, что сикизм пришел 500 лет назад. Хай Джигад сказал, представьте, есть ведро. И все эти пророки, и все такое, и вы кладете лист сверху. Это гуру. Гуру Махарадж говорит. Он пророк? Гуру Махарадж? Нет, он не пророк. Хорошо. Он бог. Он что? Он бог. Он бог? Да, он бог. Поэтому мы верим, что это приходит... То есть бог — это лист? Нет, нет. Ты сбил меня с толку этим примером. Ты сказал, представь, есть ведро, и все эти пророки, и ты кладешь лист сверху. Представь себе ведро. Хорошо. И оно заполнено водой до краев. Хорошо. И все эти молекулы воды, как святые и пророки, все они... Хорошо. И все они проповедуют Слово Божие. Хорошо. И если ты добавишь больше воды, вода выльется. Хорошо. Так что гуру здесь для того, чтобы... Какой гуру? Все десять гуру. Они не боги, верно? Нет, они боги. Они боги? Они синонимы бога. Подожди, подожди. Я никогда этого раньше не слышал. Гуру — это боги? Гуру — это боги. Ты поклоняешься гуру? Да, потому что они... Тогда ты не поклоняешься одному богу. Нет, хорошо. Так что это снова... Ты привил мне десять разных людей, у которых разные мнения. Нет, у них было одно и то же мнение. Нет, нет, у них разные мнения. Гуру Нана, гуру Ангад, гуру Амардас. Все, что они говорили, постоянно менялось. У них были разные мнения. Нет, нам нужно сессии посмотреть на Писание и проанализировать их, чтобы ты понял. Да, мы должны сессии обсудить. Я ценю это. Ты читал Коран? Да, кусочки и отрывки — не все. Я не могу сказать «все». Это в моем списке для чтения. Хорошо, прочитай. У меня много дел в моем списке для чтения. Подними этот навык, бро. Было приятно поговорить. Можно одно фото? Да, конечно, без проблем. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Сегодня большая доля бизнеса переходит в онлайн. И все больше людей переквалифицируется на заработок в интернете. Поэтому наши братья составили прекрасный курс, где они пошагово объясняют и отвечают на вопросы, как начать зарабатывать в интернете. По сути, они возьмут вас за руку и научат, как делать первые шаги в этой сфере. Как торговать на Вайлберис, Озон и других площадках. Они научат вас, как зарабатывать 50-100 тысяч рублей в месяц. Они будут отвечать на ваши возникшие вопросы. И также вы сможете общаться с другими братьями, которые уже прошли определенные шаги. И, конечно, этот курс не бесплатный, потому что любой труд должен быть оплачен. Но он стоит очень дешево по сравнению с другими. Всего полторы тысячи рублей в месяц. По сути, вы познакомитесь с людьми, нашими братьями по вере, у которых вы будете учиться, обмениваться опытом и прогрессировать по воле Аллаха. Этот курс подходит как для братьев, так и для сестер. Есть отдельная ссылка для сестер и отдельная ссылка для братьев. Сестры, переходите по ссылке для женщин, а братья, переходите по ссылке для мужчин. И помните, братья и сестры, вы должны прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Это закон, который Аллах установил в этом мире. Пусть Аллах облегчит ваши начинания. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии.